Если вы играете в Clash Royale, то рекомендую подписаться вам на канал Android Live. Здесь вы найдёте тактики, секреты и ещё многое другое. Ссылочка есть в описании. Привет, подписчики, геймеры, гости канала, и все, кто находится по ту сторону экранного микрофона. Как всегда, Илья, и сегодня в моей домашней студии монитор от компании АОК, так что усаживайтесь поудобнее, сейчас всё это дело будем смотреть и поехали. Первое, что меня привлекло в данном мониторе, это поддержка интерфейса MSL. Данная технология позволяет передавать HD видео и звук в цифровом виде от мобильных и портативных устройств. Я думаю, что все знают, что я просто обожаю Android девайсы, и такая фишка это просто для меня вишенка на торте. Ну ладно, ладно, давайте по порядочку и посмотрим, что же нам тут досталось. А досталось, например, у монитора подставочка, кабель питания, кабель HDMI, VGA и также аудиокабель и руководство пользователя. Теперь по поводу дизайна. Мне очень понравилось то, что фронтальная часть выполнена в матовой поверхности, и при этом она монолитная. От этого монитор выглядит очень дорогим, да и в целом практически не пачкается. В общем, отличное решение по сравнению с тем же глянцем. Снизу расположилась такая вот вставочка из пластика с серебристым покрытием под металл. Они как раз расположились с основной кнопки управления, и в целом это смотрится интересно и очень оригинально. Сбогу тоже выглядит стильно за счет своей интересной подставки. Кстати, без подставки также монитора можно использовать, и при этом он опирается нижней гранью стойки, на которой закреплена резиновая подушечка. Ну, в общем, тут кому как удобнее, я же решил все-таки с подставкой его юзать. Что касаемо коммутации, монитор осуществлен двумя входами HDMI и одним VGA. При этом поиск активного приключения осуществляется автоматически, и это просто мега удобно. Теперь бы я хотел рассказать о меню. Оно представляет собой полосу со значками страницы в верхней части и с настройками в нижней. Как видите, все меню на русском языке, поэтому нашим потребителям будет комфортно делать настройки. Здесь, по сути, есть все, что нужно. Это регулировка громкости, кстати, здесь есть встроенный динамик, настройка яркости, цветокоррекция, контраст и, в общем-то, много еще другого. Лично я быстро привык к такому управлению и все довольно быстро поднастроил. Теперь по использованию. Сразу скажу, что углы обзора просто замечательные. С любых позиций смотреть тот же фильм одно удовольствие. И плюс здесь решает большая диагональ экрана. При игре тоже все отлично. Я, к сожалению, уже отвык от таких размеров. И когда начал пользоваться данным монитором, то прям глаза радовались. Все на самом деле очень круто выглядит и ощущения от игрового процесса совсем иные. Также, помимо ПК, я еще и коробочку решил подключить. И тут тоже все было отлично. В целом, если смотреть по диагонали, то монитор споставим с тем же небольшим телевизором. И даже для консольки его тоже отлично можно использовать. Теперь, что касаемо MHL подключения. Я тестировал монитор со своим Sony Z3 Compact с помощью такого вот кабеля, который приобрел в магазине. Результаты, думаю, вы сами можете сейчас наблюдать. И данная фишка оказалась очень удобной. На самом деле, ее можно использовать как для развлечений, так и для более уже серьезных задач. В любом случае, все работает более чем качественно. Режим 1080p 30 кадров в секунду. Также немаловажным моментом является то, что смартфон при этом еще и заряжается. И прям вообще красота. По своим впечатлениям могу сказать, что монитор мне очень понравился. Особенно для стримов, думаю, его очень будет удобно использовать. И теперь будет прям вообще все здорово. Ссылочка на данный девайс будет в описании. Так что можете еще раз более детально все посмотреть и для себя подчеркнуть. Ну а я на этом на сегодня заканчиваю. Ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. А у микрофона был Илья. Всем хорошего настроения и до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok